окей итак мы продолжаем сорок первую главу мем алиф ваших книгах на двести 252 раз два три четыре пятая строчка снизу это кажется как у вас итак в двух словах что мы о чем мы говорили на прошлом уроке на прошлом уроке мы говорили о на самом деле мы говорили о двух видах любви то есть первое если первая часть главы 41 посвящена именно трепету перед всевышним который является первым аспектом к в одной первым аспектом намерения в нашем выполнении заповеди молитвы изучения туры то второй с вторым аспектом к вона является любовь ко всевышним как мы сказали повторяя на прошлом уроке о том что трепет это то что осуществляет дистанцию дает дистанцию между двумя двумя инстанциями то есть тобой и всевышним а любовь это то что создает сближение и мы сказали что высший пилотаж любви это высший пилотаж служению она называется фразе на4 если бку пудше брегу и так далее роемя единения все будет имени всевышнего присутствии так далее так Britney что имеется ввиду что ты выполняю заповеди потому что ты хочешь сократиться во если основалась на любви не потому что ты хочешь сократить свое расстояние со Всевышним а потому что ты тебя как такового нет и в принципе ничего другого кроме как выполнение заповеди существовать не может, да, то есть это, ты не выполняешь не потому, что ты преодолел в себе какие-то преграды, какие-то лимитации и вышел на тот уровень, на котором ты понимаешь, что нужно выполнять заповеди, выполнять желания Всевышнего, нет, не поэтому, просто это натуральное состояние, generic condition, да, то есть ты выполняешь заповедь, потому что ты объединяешь божественное присутствие с новым светом, с низшим светом, с высшим светом и так далее, как мы сказали, что-то идея этого единения обсуждается в другом месте, но говорит Алтеребе, что да, это высший пилотаж и это умение сочетать одновременно и трепет перед Всевышним, который приводит к состоянию битвы, которая, в общем-то, на мой взгляд, мы говорили это на прошлом уроке, является основополагающим во всем, что сегодня происходит в этом мире, это битва, самоотречение, самопожертвование, самоаннулирование, и с другой стороны у тебя есть любовь, которая устанавливает сближение между тобой и Всевышним, но тебя как такового нету, то есть идет сочетание служения сына и служения раба, но Алтеребе говорит, что это, как бы, не каждому дано, то есть есть действительно единицы в течение всей истории еврейского народа, которые достигали такого уровня служения. С другой стороны, с другой стороны, говорит, что есть другая любовь, второй уровень сверху, уровень любви, служения, это аватевит, аватевит, что в переводе значит природная любовь ко Всевышнему. Что такое природная любовь ко Всевышнему? Это то, что, by default, заложено в каждом из нас, когда мы приходим в этот мир. Это то, что у нас есть только потому, что мы евреи, только потому, что у нас были правоцы, Абрамы, Эдскаквы, Абрамы. И эта любовь подразумевает то, что ты стремишься к сближению ко Всевышнему. То есть, в общем-то, это стремление, оно есть и в высшем уровне любви, но в высшем уровне любви нет того ты, который стремится. В этом уровне любви есть ты, который стремится. То есть ты хочешь выгляти со Всевышним, есть присутствие ты. И эта любовь не то, что не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы ее до сих пор нужно быть большим правильником, а достаточно просто быть самим собой. Это то, что заложено в каждом из нас. И в конце урока мы сказали Следующую вещь Уриэль, ты мешаешь Это записываться Уриэль мешает Уриэль, перестань мешать Сейчас придет твоя мама Сейчас я позову Робина Каменецкого И он сказал, чтобы Уриэль не мешал Тихо Так И в конце прошлого урока мы сказали такую вещь Что на самом деле Первый уровень, высший уровень любви ко Всевышнему Это уровень самопожертвования Это уровень битвеля, то есть полностью отказа От самого себя Что имеется в виду в данном случае битвель Битвель, когда ты В принципе, ты не занимаешь места в пространстве Помните на прошлом Я не помню, на прошлом уроке Мы говорили это в субботу утром, если не ошибаюсь Когда мы говорили о понятии битвеля О том, что самый лучший историй пример Что такое битвель в нашем мире Ведь очень сложно понять, ведь ты есть У тебя есть ощущения, у тебя есть чувства У тебя есть какие-то чаяния, желания Нежелания Ты занимаешь место в этом мире Самый лучший пример о том, что такое битвель Те, которые пришлись в субботу утром на занятия Я просто напомню Это решение было принято в пятницу Вечером последнего В связи с трагическими событиями Которые произошли с еврейским народом То, что погибли два пара Муж и жена Шелеха в Хаббат То мы решили Есть много способов помочь Кроме финансового Есть еще духовный способ Это то, что мы добавляем что-то в своих действиях Именно для того, чтобы это пошло в заслугу Душам тех людей, которые практически отдали свою жизнь Потому что они евреи И поэтому мы установили Начали, я начал сам для себя Каждое утро в Шаббас В 9 утра перед молитвой Молитва в 9.30 Есть небольшой урок по Хсидосу Как подготовка к молитве И некоторые присутствующие здесь В этот же первый раз, что мы это начали Они присоединились ко мне в учебе И мы как раз обсуждали идею битвеля То есть все, кто хочет, могут так же присоединиться Мы обсуждали идею битвеля Как лучше всего из Торы привести пример Спасибо, Боря Как лучше всего из Торы привести пример Что такое битвель Все знают, что такое Аронакойдыш Да, Аронакойдыш Ковчег Завета Есть? Да, у нас стоял Что? У нас стоял Нет, это не оно Это Аронакойдыш Да, хорошо Аронабрит Окей, назовем это Аронабрит Ковчег Завета В нем там были 10 самых святых вещей для еврейского народа В Реве там появлялось божественное присутствие Теперь, святая, я не помню опять же точно цифры Но святая в святых, в котором стоял только Чех Завета Было 20 локтей в ширину А то, что он стоял на Так? Теперь, нет, он нигде не стоял Этот, он стоял, он стоял посередине этой комнаты То есть его размер был 10 локтей Соответственно, от каждой стенки до стенки должно было быть 5 локтей Так? Но когда, он там стоял Он стоял действительно на полу Но тогда, когда измеряли Измеряли расстояние от стенки до начала Аронабрита То там было все равно 10 локтей И с другой стороны было 10 локтей То есть он существо, он есть Но из-за того, что его сущность полностью Как бы Аннулирована перед Всевышним То из-за этого места В пространстве, в нашем мире он не занимал Это и есть идея Битуля Если в какой-то степени можно сказать В нашем мире Что ты, да, ты существуешь Ты есть То есть есть Какое-то минимальное количество информации Через которую другой человек тебе может обратиться Но Ты занимаешь Ты есть, но ты не занимаешь место пространства в этом мире Это как был мощь Робейну Это были, спасибо Это были как наши праотцы Как великие правильники Это единицы Так? Но Аронабрит говорит, что да В постоянном состоянии таком Находиться могут действительно только единицы Но нам всем это дано Почему? Потому что это любовь Хотя бы стремление ко Всевышнему У нас есть заложено Байдик Теперь, что же тогда по отношению к нам Мессирус нафиш? 20 литров водки выпили и ничего не почувствовали Нет, это не Мессирус нафиш На человека? На всех Это не Мессирус нафиш По мне, так, самый большой Мессирус нафиш Вставать в 6 утра на шахаре Да Это не подвиг, конечно Но что-то героическое Абсолютно верно Я тебе скажу честно 6 встал одни вопросы Вопрос, когда ложишь Не важно Я тебе скажу такую вещь Когда в Израиле я работал В одной большой международной компании Мне нужно было вставать в 5 утра У меня не было ни разу, что я проспал Потому что я знал, что мне нужно Я приходил домой в пол 11 Ну, в лучшем случае Я не помню, я не помню По-разному Но у меня не было ни разу, что я опознал Три года я проработал Ни разу не было, чтобы я опознал на работу Но Когда мне нужно было вставать на работу в 5 утра Я в 6 утра на шахаре просыпаю Гораздо чаще, чем в 5 утра на работу Именно поэтому Если ты так и да Встаешь в 6 утра на шахаре Для меня, по крайней мере То это для Месси Руснеф Как мой сын Он же еще встанет Экзактли Экзактли Более того Более того Алтареб здесь пишет Да Что На чем мы закончили Прошлый урок Что тот, кто выполняет Какую-либо запись Занимается Торой Или во время молитвы Это уже есть Месси Руснефиш Почему? Потому что Самый лучший самый пример Лучший самый вариант Понятия на основе молитвы Молитвы, как мы знаем Установлены Вместо жертвоприношения В чем идея? Вместо жертвоприношения Приносили Была определенная служба И приносили жертвы животные Там по-разному Разные варианты Не будем в детали Да Но Когда эти постоянные жертвы Были отменены Которые приносили 3 раза в день Вместо них установили молитву Почему молитву? Почему молитву? Потому что Что происходит Во время молитвы? На самом деле Если это утренняя молитва То ты мог бы еще поспать Но если это дневная молитва То ты мог бы уже поработать Если это вечерняя молитва Ты мог бы уже поспать Или хотя бы в носу Поковыряться Команд Есть много чем заняться Потому что мы хотим Гораздо больше Чем помолиться но вместо этого ты пренебрегаешь своими интересами происходящего от животной души, то есть ты пренебрегаешь своими животными интересами, ты не пренебрегаешь, ты уничтожаешь, так сказать, животное в своем себе, приносив его в жертву, точно так же, как было во время храма. И это для нас, просто смертных, это и есть миссирус нафиш. Копишь? Подожди, у меня вопрос. Мы говорим, что Чахрис пошел от Ивраама, Минха пошла от Исаака, Мария пошла от Якова, как оно от них пошло, если при них еще не было, как мы решили. При них еще не было. Потом оно пошло. Окей. С удовольствием тогда это ему что-то на другое уже соответственно. Но если он делает это с удовольствием, то это очень хорошо. Если он это делает как рутину, то значит нужно еще что-то. С удовольствием надо проверить в Минхол. Да, да, да. Сейчас, мы сходим. Если бы нам нужно другое выгодить, чтобы себя как-то там... Да, Элла. Не забывайте записывай. Добрый вечер. 42-42, Бетфорд Эвине. 42-42, Бетфорд Эвине. Я с такой ненавистью упомянулся. Это угол Некроуд. Что мне делать, чтобы это заменить? Вы можете... А вы уже подъехали туда? Вы можете, когда подъедете, позвоните, и я попрошу, чтобы вы вышли. Окей? Спасибо. Соли. Окей. Не, ну, понимаешь, это всегда палка в двух концах. На самом деле, это полная диалектика, да? Потому что, с одной стороны, мы стремимся, чтобы у нас было удовольствие в том, чтобы мы выполняли заповеди, но когда у тебя удовольствие, ты начинаешь думать, а почему... То, что мы говорили когда-то втайне, не в этом плане. Когда ты чувствуешь, что тебе легко выполнять заповеди, не то, что ты хочешь или не хочешь, не то, что тебе удовольствие не хочется, а ты чувствуешь, что... Да? It's easy. Да? Вот тогда нужно задумываться, может быть, что-то не так. Почему? Потому что работа... Да, это не говорит... Мы не говорим именно о радости. Когда у тебя это само собой разумеется, тогда нужно добавить. Это как наркотики, да? Нужно все время повышать дозу. То есть, мы где-нибудь плохо, убиваем диски, нам это нравится. А в Швейцарии сейчас... В Швейцарии будут выдавать по рецептам героиня. А, не так, вообще в Шамбуре. Сейчас будем об этом говорить. По рецептам героин будут выдаваться героиня. Окей. Поехали дальше. Мы начинаем, мы продолжаем. В тексте 252-я страница. 252-я страница, пятая строчка с ним, со словом... Со слов Кмобы Цитам и Нагуф. Ну, один маленький вопрос. Очень маленький. На кокаин надо говорить по самим, или не надо? Нет. Главное, что ты нельзя на Пасху. Нет, марихуану нельзя на Пасху. А, кокаин можно? Да. Да, почему нет? Только марихуану? Нельзя на кокаин тоже. Это противозаконно. Нельзя на Пасху, ни на Пасху, ни на Пасху. Аш, я же не соглашаюсь. Нет, я учусь. Можешь проехать дальше? Смотри сюда, учё в Гис. Потом, потом. Поэтому наша синагога, это наша синагога. Ты же не знаешь, как ты не слушаешь. Быстро, быстро. Что, ты куришь марихуану, правильно? Что? Ты куришь марихуану, правильно? Гайс, мы можем двигаться дальше. Что же так же, как ты сгораешься в Мэтс? Да. Только на Биорхометс можно. После этого уже нельзя. Окей? То есть в Пасх нельзя. Пасху, пожалуйста, не учите. Нет, мы же говорим, что нельзя. Теоретически. На Пасху. Да, мы вообще не знаем. Окей. Итак. Да, вчера было хорошо, да? Да. Кмопа цитами нагуф. Младше вимшана. Да. Что такое мусирусное? Что точно так же, как душа, которая выходит из тела, когда ей исполняется 70 лет. Что имеется в виду? Да, все спрашивают. 70 лет ведь не умирает, да, жили дольше, жили меньше. Не в этом поинт. Поинт заключается в том, что считается, это опять же написано в Перкеова, что после 70 лет, и в Перкеова с мы учим, то человек не столь заботится о, так сказать, наслаждениях этого мира. Наоборот, только закончил работать. Ну, это несчастные люди. Несчастные люди. После таких падений на маркете все такие несчастные. Ну, все, все поднялось, да? Дальше. Вчера на 70-данцию. Так, что имеется в виду? Не помню в том, что не будем консидентиться на том, сколько, 70 лет, не 70 лет. Поинт в данном случае в том, что такое мессирус нефиш. Мессирус нефиш точно так же, когда душа уходит из этого мира. Что имеется в виду? Что когда душа уходит из этого мира, она поднимается куда-то, то есть это тело остается здесь. То есть интересы души и тела, они, так сказать, расходятся. В данном случае, в тот момент, когда душа находится в этом мире, она зависима от тела. Мессирус нефиш – это тогда, когда душа, ты ведешь себя таким образом, как будто бы душа не зависит от тела. Это то, что алтаро пытается сказать, что это мессирус нефиш. Мессирус нефиш – это самопожертвование. Понятно? Именно поэтому он приводит пример со смертью, что мессирус нефиш – это как смерть. Да, что в этот момент она не получает удовольствия от этого мира. Муриэль, серьезно, вакцинат. Да? В этом возрасте, имеется в виду, или в период, когда человеку уже не даны все удовольствия от этого мира, то он меньше, у него голова занята именно тем, как больше получить удовольствие от этого мира. Если вы спросите тинейджера, которого я преподаю в школе, большинство из них, если ты спросишь, зачем ты живешь, они скажут, что получают удовольствие. Да? 99% тинейджеров скажут, никто не будет тебе говорить, что мы живем для того, чтобы сделать этот мир добрее, никто не будет говорить, давайте с вами правдив глаза, никто не будет говорить… Это правильно, мы пойдем все шесть дней работаем, что мы получаем удовольствие. Подожди. Всевышний – это я совокупнусь. Нет. Есть разница между получать удовольствие и получать удовольствие от этого мира. Окей? Так лучше, подожди, все ждать, что мы сам получим. Нет. Есть удовольствие, которое ты не получаешь от этого мира. Сейчас мы обсудим. Материал. Да? От этого материального мира. Так, теперь. Битва, миссиру снефеш, миссиру снефеш имеется в виду тогда, когда ты пренебрегаешь удовольствием от этого мира и выполняешь что-то, что напрямую не связано с получением выгоды, получением удовольствия от этого мира. Это по-простому миссиру снефеш. Это по-простому самому пожертву. Эй, Ленов. Да? Махшавтам юхэ, дэтвум млубэш, ботиотатурабаятфила. Да? Но, мысль, души, тела в данный момент, мысль человека, она объединена и одета в буквы Тора и молитвы. Что имеется в виду? Как вообще выполняется заповедь? Душа может выполнить заповедь? Нет. С помощью чего душа выполняет заповедь в этом мире? Не совсем. С помощью трех вещей. То, что называется львушей анефеш. Львушей анефеш. Нет. Одежда души. Одежда души – это мысль, речь и действие. Это то, что мы называем одеждой души. Душа сама по себе нефункциональна. Теперь, что значит выполнение заповедей? Ведь мысль, речь и действие. Если у нас есть божественное начало и животное начало, мысль, речь и действие так же, как они являются одеждой животной души, так же и животной души. Выполнение заповедей в мысли. Это тогда, когда мысль, в мысль одевается божественная душа. Выполнение заповедей в речи одевается божественная душа. Выполнение заповедей в действие – это когда в действие одевается божественная душа. Обратная ситуация, нарушение заповедей – это когда в мысли одевается животная душа и так далее. Естественно, возможны три факториал-комбинации. Так? Понятно? Туда, сюда и так далее. Теперь, что что же такое, почему это называется мистерус нефеш? Любой алтар-эбб говорит, что любое выполнение заповедей, любая строчка тора, которая выучивается, любая молитва, которая говорится, это самопожертвование. Почему? Потому что в тот момент, когда ты абсолютно бездумно одеваешь тфилин возле трейна, абсолютно не знаешь, что такое тфилин, кто их придумал, куда их одевают, зачем их одевают, тебя захмурили, там развели, отдельно тебя тфилин. Да? В этот момент, в этот момент, по минимуму, ты выполняешь заповедь на уровне действия. Твое самопожертвование, в этот момент, на уровне действия, твой, то есть, на уровне действия, у тебя полный битвель, у тебя полное единение со Всевышним. Если при этом ты еще говоришь слова молитвы, то у тебя объединение со Всевышним, полный битвель, на уровне речи. Даже если ты вообще не знаешь, что к тфилин, если тебе еще удалось поймать волну и там о чем-то подумать, правильно, это уже отдельная история, как выполнять мысли, заповедь тфилин, то у тебя полное единение в тфилин, это и есть битвель. То есть, это объясняет слова Алтаребы, что любой еврей не нужно быть великим праведником, великим праведником для того, чтобы достигнуть состояния битвы, а пусть это не будет на высшем уровне любви, о котором мы говорим, а в арабах, где сочетание любви и трепета, а пусть это будет на уровне Аббат и Вит, природной любви, которая заложена в каждом из нас, и все, что нужно, это пробудить. Вопрос, как это пробуждается, у каждого свое. Кому-то нужно дать пинком под зад, кого-то нужно привести за ручку, кому-то нужно фейсом аптейпл, кто-то выпьет, кто-то не выпьет. В этом нет партнера, в этом нет workflow, так сказать. Это у каждого свое, как у каждого пробуждается, но она есть, у каждого еврея. Более того, ситуация может быть такая, что к какому-то еврею ты сейчас подойдешь и скажешь о том, что у тебя есть великая любовь ко Всевышнему, давайте без имен, но есть достаточно таких евреев, он тебе смеется в лицо. Обалдел, что ли? Чего ты со мной разговариваешь? Но 100% это гарантированно, в его жизни будет такой момент, который что-нибудь там заденет, и это не обязательно что-то плохое произойдет с ним в жизни, и когда он сам осознает, что у него есть любовь Всевышнему, точно так же, как сердце у человека. Все знают, что у него есть сердце. Маленький ребенок знает, что у него есть сердце. Когда человек узнает, что у него есть сердце? Когда болит. Когда болит. Тогда, когда он его ощущает. Точно так же, а это природной любви, он может узнать только тогда, когда он ее ощутит. Для этого нужно ее как-то пробудить. Какой-то раздражитель, какой-то положительный отрицательный. Теперь, я очень хочу, чтобы вы думали о том, что человеку побудить эту любовь можно только в негативных случаях. Я как раз категорически против этого. Я как раз считаю, что это самый редкий случай, когда человек действительно что-то начинает делать, что-то начинает с ним происходить. Тогда, когда, не знаю, кто-то умирает, приходит говорить, качишься на Гогу. Да, не дай бог, не про кого будет сказано. Это как раз, тогда ничего не пробуждается. Так, секундочку, просто там должно быть. Одну секунду, должно привести что-то. Алло. Да. Некроуд, это до Ви. Некроуд, это между Ви и Ю. Это как? Да. Да. Угловой дом на некроуд, это там, где нужно это оставить. Хорошо. Сейчас, одну секунду. Урея, вы сейчас можешь поговорить. Останавливать. Как ты сказал, это вообще-то не гугл. Здесь мы зачитаем. Это как Google Map. Нет, это не слышно. Ты видишь? Ты видишь? Что-то не было. Что-то. Они делают другую дорогу, или ее фотография. Конечно. Google Map, да? Тут Соколари. Была там, где-то такое запрошение. Ну, смотри, вот Марата Зоуна. Ну, интересно, правильно там, со всеми, со всеми illegal мэтрами, что-ли? Да, нам сейчас должны привезти что-то из принчинга небольшое. Ты можешь попросить Лодус выйти и это забрать? Ну, неважно, машина к нашему дому сейчас подъедет из принчинга. Пусть Лодус, может Лодус выйти и это забрать? Или ты можешь, но она может быть тяжелая, Лодус будет легче. Хорошо? Прямо сейчас. Спасибо. Да, но они сейчас на Бетборте видят. Давай, бетборте. Окей, сори, поехали дальше. Да, да, это замечательно, супер, поехали дальше. шш, шш, шш. который воспринимает нашу одежду души, в которой надевается наша божественная душа, это мудрость и речь Всевышнего, то есть мысли речи Всевышнего. Что происходит? На этом уровне как раз и происходит это единение, объединение между божественным присутствием и еврейской душой. То есть, что мы говорили, что работа, высший пилотаж, это работа, когда ты замыкаешь эту цепь, цепь круговорота божественного присутствия в этом мире, да, снисхождение божественного света. Теперь, алтар, я бы говорил, что не всем это доступно, но у каждого может проявить себе природную любовь и выполнить заповедь. Что происходит во время выполнения заповеди? Что такое слова Торы? Слова Торы это мудрость Всевышнего, то есть то, что мы называем мыслью Всевышнего, которая одета в рамки букв, эти рамки букв, материальные рамки, там, книга, записи, все что угодно, да, то есть это материальные рамки, это мудрость Всевышнего. То есть, восприять это мудрость Всевышнего можно с помощью только божественной души, но для того, чтобы божественная душа восприняла эту мудрость Всевышнего на материальном уровне, она должна принять какую-то материальную форму. Эту материальную форму она воспринимает с помощью одежды души. В данном случае одежда души это мысль и, допустим, речь, да, в данном случае с изучением Торы. То есть, на уровне материальных рамок мысли Всевышнего и на уровне материальных рамок одежды души, только на этом уровне эти два полюса, это, так сказать, два полюса, они могут сконтактировать. И в этот момент происходит то же самое единение Божественного Света, которое происходит, которое делают великие праздники. То есть, какой мы делаем вывод? Какой мы делаем вывод? Что любой еврей, который делает простую, неважно, какую заповедь, знает, как неважно, праздник, который или нет, он имеет такой же, а иногда и больше эффект, чем тот же праздник, который выполняет эту заповедь. Почему? Потому что для праздника это как фунт изюма. Для праздника это его состояние. Для еврея это из Кавель, для еврея, для простого еврея это самопожертвование. Это хасидский подход. Это еврейский подход. Любой хасидский подход это еврейский подход. Еврейский подход это хасидский подход. Дальше. Дальше. Они будут одним целым. Они будут одним целым. Теперь Алтарево затрагивает очень важную тему. Он говорит, что это то, чем занимаются души в раю. Что происходит в раю, мы уже учили. И здесь на самом деле, если мы сейчас правильно поймем этот раю, мы можем понять, что такое рай, совершенно по-другому, чем мы понимали раньше. Что это то, чем души занимаются в раю. Что, вспомним, что он говорит, что такое рай. Что происходит в раю. В раю находятся души прайников, или неважно, еврейские души, которые, чем занимаются они в раю? Изучают Тору и получают удовольствие от тех заповедей, которые он выполнил в этом мире. Не учил Тору в этом мире, не выполнил заповеди в этом мире. В раю безработицы не существуют, соответственно, в рай ты не попадаешь. Так? Логично. Так? Теперь, то, что происходит, то, что происходит, говорит Алтарево, что происходит, это единение божественной души с первоисточником, со Всевышним как таковым, это то, что напрямую происходит в раю. Слушай, но если не попадаешь в раю, то я посылаю обратно на перевоспитание. Еще раз, смешаю. Воспитание? Ну, душа возвращается. Да? Теперь. Да, так говорится и в Геморье, и в Зорье, о том, что это происходит в раю. Но там они получают удовольствие от того, что они постигают божественный свет. То есть, что говорит Алтарево? Какая разница между этим миром и Ганейденом? Какая разница между этим миром и грядущими, и раем? Ну, это очень простое, что здесь ты это делаешь и ничего не понимаешь. А там ты просто понимаешь. Здесь ты не видишь, а там ты видишь. Там это... Но, но... Там сделать... Там ты можешь... А? Сделать ничего нельзя. Там ты можешь только понять, что ты натворил здесь. Но если ты не натворил здесь, то там будет поздно. Мы не говорим сейчас о исправлении. Теперь. Что происходит? Давайте посмотрим. Что происходит в этом мире? Так? В этом мире, когда человек выполняет заповедь, он на самом деле не понимает, что произошло. Ну, не потому, что мы... Это плохо или это хорошо, да? Но мы видим этот мир только в лимитах нашего материального восприятия этого мира. И поэтому вне материальных рамок мы не видим. Соответственно, мы не видим причинно-следственную связь между вещами. Так? Теперь. Соответственно, сама по себе заповедь – это то, что вне рамок этого мира. Поэтому по определению увидеть, как заповедь влияет на этот мир, ты не можешь. Так? Но ты можешь немного... Тем более ощутить то, что происходит во время выполнения заповедей, ты не можешь. Как мы говорили, что понятие «почувствовать Бога» – оно абсурдно. Нет, невозможно почувствовать Бога. Потому что когда человек, который сидит здесь и пьет кока-колу, говорит о том, что он хочет почувствовать Бога, Бога – он идиот. Почему? Или должен пить что-то другое. О. Это другой вопрос. Сейчас мы поговорим об этом. Да? Это аудио. Почему? Почему? Потому что когда ты говоришь о том, что ты хочешь почувствовать, ты имеешь в виду, ты можешь орудовать только терминами, доступными твоему ограниченному интеллекту. Он может быть очень... Это не говорит глупый или умный. Но первое правило умного человека – нужно понимать, что твой интеллект ограничен. Соответственно, твои чувства, твое восприятие, оно тоже ограничено. А Всевышний, как таковой, он вне рамок восприятия нашего, как эмоционального, так и интеллектуального. Поэтому вообще принципы понять, почувствовать, понять, познать Всевышнего – это нелогично. Теперь, что же такое на самом деле в этом мире иногда бывают ощущения Всевышнего? Слушай, вопрос такой, как же когда рамбам говорит, что нужно знать Всевышнего, что это заходит? Нужно познавать Всевышнего. Можешь познать Всевышнего, знать Всевышнего и познавать, познать – это разные вещи. Нужно стремиться к тому, чтобы понять. Но каждый уровень, который тебе открывается, у тебя еще миллионы других. То есть познать Всевышнего невозможно до конца. Нужно стремиться к его познанию. Так, секундочку. Иногда у нас будет, у нас есть ситуация, когда мы, да, можем почувствовать Всевышнего. Когда? Нет, нет, нет. Зачем так плохо? Это тоже в какой-то степени. Но вы помните, когда Гена на последний шаббас, Гена Зелца? Все знают, как Гена Зелца? На последний шаббас он возмущался о том, что я всех подгонял в пятницу делать кидуш. Что я сказал тогда? Гена, вы собственно. Я на фамилию говорю, а потом Гена. Ну, Гена, действительно. Помните, почему он возмущался? Я сказал, посмотрите, какие маринованные грибочки, а мы тут тянем с кидушем. И он возмущался, что зачем-то громко это объявляете. Он стоит здесь, уже ждет, уже попробует эти грибочки. А сейчас все съедят, ему не достанется. Но, вот эти грибочки, это и есть ощущение того, что делает заповедь. Когда ты получаешь удовольствие от материальных вещей во время выполнения заповедей. Есть трапеза в шаббас, это заповедь. В шаббас ты обязан получать удовольствие от трапезы. Да, как букер, с которым мы пили. Да, как букер, с которым мы пили последнюю субботу днем. А почему? Ты должен ощущать, получать удовольствие. Поэтому мы учили перед пятницей, две недели назад, о том, что хоть что-то все время нужно добавлять в шаббас. Больше чем ты имеешь в виду. Почему? Потому что шаббас... А где взять больше градусов, чем покер? А по карте, кажется, и в тварь. Потому что в шаббас все выполнение заповедей абсолютно материально. Поэтому говорят, что в шаббас появляется дополнительная душа. Это не просто дополнительная душа, которая... Третья душа. Нет. Это имеется в виду, что твоя божественная душа, она существует в этом мире благодаря материальным факторам. Поэтому у нас есть заповедь. Кушать, поэтому есть такое... Обратите внимание. Обратите внимание. Все, мы уже говорили об этом неоднократно, все еврейские праздники, как общественные, так и семейные, связаны с тем, с чем? С едой. Национальный вид спорта. Нет. Нету ни одного праздника, даже поста, который бы не было с чего-нибудь особенного, что тебе нужно съесть. Даже посты, которые у нас есть, у нас есть что-то особенное, что мы кушаем перед постом. Тубав, причем Тубав, девятого. Неважно, да? Почему? Почему? Потому что, если мы возьмем, допустим, не общественное, а частное упражнение, пидио на бен, выкуп первенцы. Да? Написано, что трапеза пидио на бен приравнивается к 84, к 86 постам. Да? И поэтому на пидио на бен дают что? Монетки. Нет. Сахар и чеснок. Почему? Потому что сахар и чеснок – это то, что больше всего придает вкус другой еды. Поэтому ты можешь добавить это, потом еще выпить чай с сахаром. И ты продолжаешь эту трапезу, как постичься в 84 раза. Но, по-моему, в чем? Что это называется Сеудат Митсва. Заповедная трапеза, на русском языке правильно звучит. Это трапеза, посвященная заповеди. Это трапеза, которая и есть заповедь. То есть, принято эту трапезу устраивать как можно более богатую, более роскошную. Для чего? Для того, что точно так же, как ты стараешься, чтобы у тебя был дорогой, красивый тфелин. Да? Точно так. Почему? Потому что это уважение к заповеди. Точно так же и трапеза, которую ты устраиваешь, что она была как можно более... Украшение заповеди. Что всевышняя слава моя, это выполнение заповедей. Всевышняя слава моя. Что была... И точно так же на шаббах. Одежду, которую ты носишь на шаббах. До сих пор кушаем с обрезания. Все, перестань. Так, теперь. Это то, что происходит в этом мире. Это с этим связано то, что хасиды, почему они говорят, почему все там литвы обвиняли хасидов, что они так много пьют. Объясняю, почему хасиды... А хасиды объясняют, кто знает эту... Можно мою версию? Объясняю. Можно мою версию? Подожди, сейчас... Дай объясню версию... Подожди, подожди, дай объясню версию учеников большинства, а потом ты принесешь в свою версию. Говори такую вещь, что... Представьте себе, что есть безногий и глухой. И этот глухой, он носит на плечах безногого. Да? Так? Теперь, они пришли на какое-то мероприятие, на какую-то свадьбу, и там все пляшут, танцуют весело, и безногому хочется танцевать. Но он не может. Глухой не может танцевать, потому что он не слушает музыки. Что я решил сделать безноги? Безногий решил напоить глухого, чтобы он танцевал просто потому, что он напился. И тогда безногий, он тоже как бы получится у него на плечах потанцевать на шар. Это говорят, говорили первые хасиды, что это как душа и тело. Что душа у нас глухая. Она не слышит то, что не видит, не слышит то, что происходит в этом мире. То есть, сори. Тело у нас глухое. Она не видит, что происходит в этом мире. И не слышит. Душа безногая, она ничего сделать в этом мире сам по себе не будет. Нет никакого материального проявления. Поэтому мы пьем букерс. Мы пьем букерс для того, чтобы тело танцевало под воздействием букерс. А душа уже войдет в ритм. Я самому сыну расскажу, вам понравится это. Не мешай. Мы делаем пью на бен очередной. Закупаем 56 ящиков водки на все эти водки. Открываем все эти ящики водки. Раздеваем, скажем, понемножку. Я предлагаю, лучше эту водку все настоятельно чесноке спиденого. Это лучше сделать свечи. Окей. Поехали. Дальше. Водку надо взять в холодильнике. Где взять сколько холодильников. Теперь, что происходит? Это вот когда мы попадаем хоть немножко в ритм. В ритм нашего тела. Душа попадает в ритм тела. Это тот максимум, которого мы достигнуть можем в этом мире. И это напоминает чем-то, что происходит в Ганейдане. Но в Ганейдане мы только пожинаем плоды того, что произошло здесь. То есть, если представить себе... Теперь это то, что Рашстайнц объяснял. Это на самом деле совершенно другое объяснение, что такое Ганейдан. Ганейдан, все запомнят, что такое рай. Чем мы представляем до сих пор. Это такое вещь, что представьте себе, что в мире есть огромное количество каких-то звуков, электромагнитных полей, волны, ультразвуков и так далее. Человек, который приходит в этот мир, он слышит какой-то определенный диапазон. Его восприятие этого мира, оно ограничено слышит, видит, ощущает какой-то определенный диапазон. Так? Теперь. В этом мире, несмотря на то, что мы воспринимаем какой-то небольшой диапазон, именно потому, что мы воспринимаем какой-то небольшой диапазон, нам даны определенные инструкции, которые записаны в Торе, которые на самом деле с помощью них мы можем влиять на весь этот мир. Ведь человек, когда даже просто материальный мир, человек, который воспринимает какой-то определенный диапазон, он ведь может воспроизвести звук, который отразится не так, как для него, но каким-то образом в другом диапазоне. Он ведь может произвести какое-то действие, которое отразится на всем этом мире, без того, независимо от его восприятия. То есть, отдача, она не обязательно должна соответствовать уровню восприятия. Так? Поэтому в этом мире, выполняя запрямую, мы влияем, мы себе как бы вырисовываем наш диапазон, не наш диапазон, а мы вырисовываем эти поля, эти волны, эту орбиту на более высоком уровне, который для нас на данный момент мы не воспринимаем. Что такое Ганейден? Есть несколько уровней Ганейдена. На одном уровне Ганейдена диапазон расширяет вот так, на следующем уровне Ганейдена вот так, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, что мы можем понять из этого? Там, когда нас расширили, мы на самом деле ощущаем, мы понимаем, что мы сделали, когда у нас был узкий диапазон. И там мы от этого, да, получаем удовольствие. И чем больше мы расширяем свой диапазон, то есть нам расширять диапазон, тем больше мы воспринимаем то, что мы сделали внизу. Так? Теперь, на самом деле, вполне может быть, если говорить это чисто демографически, то это не обязательно внизу или наверху. Если бы мы говорили всегда, что Ганейден это наверху, высшие миры и так далее. На самом деле, если мы в какой-то степени, именно поэтому пишет Рэбош, что не нужно рисовать эту структуру, потому что не совсем правильно восприятие высшие миры, низшие миры и так далее. Потому что нам тогда, мы думаем о том, что что-то наверху, что-то внизу. На самом деле, Ганейден, Ганейден, это в этом мире. Просто, что такое Ганейден? Это когда восприятие нашего, нашего восприятия этого мира, оно просто расширяется. Ну, Ганейден же был не наверху, он был там в троночке, где-то в Месопотаме. Я образно говорю о географическом положении, но... Правильно. То, что имеется в Месопотаме, это именно Ган, Сад, Демо. Ну, это не Ганейден. Не совсем. То есть, в этом мире наше восприятие, оно ограничено. Но наша отдача, наше влияние, оно безграничное. Именно потому, что... И такое происходит, если мы немножко, хотя, опять же, в той примере, который примет Вадюра Блевицкая из Бердичева, что если одна ниточка цицит попадет в Ганейден, то Ганейден взорвется. Почему? Потому что те орудия... Именно потому, что в этом мире мы не воспринимаем всю широту размаха Всевышнего. Именно поэтому мы можем орудовать теми вещами, которые влияют на все мироздание. Но если бы мы чуть-чуть воспринимали больше, понимали больше, чем мы понимаем сейчас, нам было бы... Мы бы даже взяться за это не смогли. Да? Как рассказывают, был такой Хозе Мелюблин. Хозе из Люблина, это... Был один из самых поздних учеников Ремагида Измезовича, второго хасидского рэба. То есть, преемника большим, то считается, что Хозе Мелюблин, он, в общем-то, был основателем польческого хасидин. То есть, он уехал потом, он в Люблине, соответственно, жил и так далее. Всевышнего ученика, он был, если я не ошибаюсь, основатель Гурского и Каринстольского хасидизма. То есть, все польские хасиды. Он был очень молодым, когда он учился в Магида Измезовича. И в то время у великих праведников, у таких Магида Измезовича была традиция о том, что молились в маленьком Миняне. В смысле? То есть, не было такого, что Магит молился со всеми хасидами. Был общий Минян, была общая синагога. И был маленький Минян особо... Не совсем приближенный, а людей с особыми возможностями. Которые там, никаких махшеводосородных, никаких посторонних мыслей, то есть, полной концентрации. Ну, то есть, типа, летчики такие, да? То есть, они отдельно молились. Обычно, в каждом таком хасидском дворе был такой Минян из десяти человек, да? Которые собираются, они молились в свою молитву. И рассказывал про Хаса Излюбленное о том, что... Он все время, он был сам молодой из учеников Магида, да? И он все время там крутился вокруг Магида, вокруг этого места, где был Минян, потому что он хотел в то попасть. Там были, там, Алтаребе, Левицкое Звердичево, Зуши Заниполь, то есть... Кто-то заболел, можно прочитать. Робинах Медову Звитебска, то есть величайшие праздники. И не было одного человека, не было Минян. Мы с посланием Занима притащили его. Магида... А они уже заканчивали молитву. То есть, у меня не было, когда заканчивали, уже они говорили, Энкл Кэн. То есть, последняя часть молитвы в Шаос. В Шаос, будний день, не важно, Шаос, и будний день. В последнюю часть молитвы в Утвене. И... Они его позвали, и Магид посмотрел на него, и говорит, что вы притащили этого Батлана. Батлан – это бездельник. Что ему здесь не место. Но молитва пошла, и они начали дальше молиться. Как только они сказали, Энкл Кэн, ну, первые слова этой части молитвы, то этот Хозе Малюль, он потерял сознание. Да, почему он потерял сознание, он сам потом объясняет. Почему? Он прочувствовал. Он потерял сознание только потому, что его диапазон был не настолько расширен для того, чтобы воспринимать то, что происходило в этом меняне. То есть, если бы нам чуть-чуть приоткрыли окошко, то мы бы все, извини, копыта протянули. Это то, что произошло, когда нам чуть-чуть приоткрыли окошко во время дарования Торы. Все помнят, что когда дали первую заповедь, весь еврейский народ умер. Их всех воскресили. Их всех воскресили. Дали вторую заповедь, и опять все копыта протянули. Потом сказали, хватит. Да? Потом мой шарабейн пошел получать заповедь. Почему? Потому что не каждый нормальный человек может, не каждый, а никто из нормальных людей не может это воспринимать. Слушай, но потерявший сознание этот год... Хозе, потерявший сознание, он не нарушил Миньяна. Да, он нарушил Миньяна. Все равно... Его привели в чувство, он опять упал в обморке. Дальше я не знаю, как закончилась история. Факт в том, что он упал в обморке. Но если он упал в обморке, то он член Миньяна, он все равно Миньяна. То, что Алтареба говорит, что эта разница... Все начнет ревелиться, тогда да. Что эта разница между... Что, что? Если он потерял сознание, он все равно меняет. Нет, нет, нет. Если его нужно расшевелить, то накадишь его расшевелить. Я не знаю, брат, не знаю, чем закончится. Так, из десятью человеками... Нет, это только шмонайсы, это только шмонайсы. Там, наверное, некоторый молитвок. И Кадиш тоже. Нет, не, во время, во время, Кадиш. Если ты начал, начал, то Кадиш. Да, но они начали, окей, но они, конечно, Кадиш не начали. Окей, то есть Алтареба говорит, что какая разница, какая разница между, между тем, что мы достигаем единства со Всевышним в этом мире, и единства со Всевышним в Ганейдене. Что единственное, оказывается, со Всевышним в Ганейдене, это не цель, это состояние. Но там оно может быть только до той степени, насколько ты себе там забил. Да? В этом мире единство со Всевышним, оно работает по-другому. Ты не всегда, практически никогда его не ощущаешь. Но только в этом мире ты можешь что-то изменить. То есть именно потому, что здесь у нас сильная изоляция, именно поэтому мы можем что-то изменить. Потому что если бы этой изоляции не было, нас бы долбануло. Окей, понятно? Давайте на этом посмотрим. Мы молимся. Все, бороха, все, молки, молки.